Клубника созрела, но пока только в Турции. А приобрести ее уже можно на рынках Одинцовского округа. Сегодня утром Ферузе Рахмановой привезли свежую партию. Продавец признается, вкус заграничный от отечественной отличается. При выборе клубники специалисты рекомендуют обратить внимание на ее внешний вид и запах. Ягоды с ярким цветом, свежими листьями и приятным ароматом – идеальный вариант. В дегустации тоже не стоит себе отказывать. Во-первых, на взгляд, если она вам понравилась, тогда можно попросить попробовать. И она сама себе все расскажет. В принципе, у нас на рынке всегда очень хороший товар, вкусный и качественный. Сладко я, а запах. Это доедаю, а это беру. 450 рублей за килограмм. Именно столько нужно заплатить любителям ягоды. В прошлом году цена была заметно выше – около 700. А все из-за погоды. Урожай не удался. В этом году на старте продаж цена была даже дешевле, чем в прошлом году. В прошлом году старт был порядка 600-700 рублей за килограмм. В этом году 300 и вечером была даже 200. Цена меняется каждый день. Сегодня, как вы видели, она уже по 400 рублей. Все зависит от размера партии, которая приходит в текущий день. Через две недели, максимум через месяц, привезут первую партию кубанской и крымской клубники. А там поспеет и подмосковная. Сезон растянется на несколько месяцев. А какую предпочитаете? Конечно, нашу. А почему? Ну, потому что она вкуснее, солнечная. А какую любите больше? Нашу или турецкую? С огорода. Домашнюю. Бабушкину. Витамины весна все-таки, чтобы на витаминоз. Вот. Она такая красивая, привлекательная. Хочется попробовать. А какую больше любите? Турецкую или нашу? Ой, ждем крымскую. Несмотря на большое количество полезных веществ, содержащихся в ягоде, злоупотреблять ею не стоит, предупреждают врачи. Клубника вызывает сразу несколько видов аллергии. Немедленную и замедленного типа. В зоне риска у нас находится, во-первых, дети до трех лет. Им категорически не рекомендовано давать клубнику. Второе, пациенты, у кого есть аллергия на другие продукты растительного происхождения. Третья группа риска – это пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, потому что они съедают клубнику. А если есть проблема с желудком, с кишечником, клубника до конца не будет переварена и будут всасываться вот эти вот как раз аллергены. Ну и четвертая группа риска – это пациенты, у которых в анамнезе была анофилоксия или острая аллергическая реакция. Если избежать аллергической реакции, все же не удалось, действовать нужно сразу. Уколоть дексаметазон и самое главное – принять какие-то сорбенты, потому что мы съели аллерген, его надо быстрее вывести. Следующие несколько месяцев обещают быть клубничными. А те, кому этого будет мало, сезон могут продлить. Тут вариантов тоже достаточно. Можно заморозить ягоду или сделать варенье. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.